Стиль есть у каждой из нас. Но перед тем, как мы узнаем о предпочтениях ее в одежде, познакомимся с ней поближе. Здравствуйте, Мадина. Здравствуйте, Агири. Я приветствую вас в нашей программе. Спасибо. Подруга надоумила меня, что можно воспользоваться онлайн-сервисом по созданию фотокниг. Мне тогда это очень понравилось, потому что накопилось очень много фотографий. И тогда я сделала свои первые фотокниги и загорелась идеей того, что надо такой сервис привезти в Казахстан. Тогда у нас не было такого сервиса? Это был 2014-2015 год, начало 2015 года. И тогда, на тот момент, я искала и в поисковых системах, где только не искала, не нашла. Потом, когда уже приехали, пока я стартовала, пока я с этой идеей носилась, ушло на это где-то около года. Когда я стартовала свой сервис, уже подобные сервисы появились в Алма-Ате. Расскажите, какой был стартовый капитал? Стартовый капитал, в принципе, был не такой уж и большой. Мы затратили около 10 тысяч евро, но это было до девальвации, получается, на то, чтобы создать платформу. На платформу, на которой каждый клиент может создавать дизайн своей фотокниги сам. И на то, чтобы закупить некоторые оборудования специальные для уже изготовления фотокниг. Здесь вы сотрудничаете и с типографией, или у вас она есть уже? Да, часть продукции мы изготавливаем сами на собственном оборудовании, часть продукции мы сотрудничаем с партнерской типографией. Да, вот так вот. Скажите, окупается ли такой бизнес? Такой бизнес, в принципе, я считаю окупаемым. И моя практика, опыт подтверждает. Вот уже сейчас второй год, как я веду этот бизнес, и я вышла уже в точку окупаемости. И все хорошо. Супер. Если у вас средний чек, как это все определяется? Это зависит от дизайна, от желания клиента, или у вас все по общему стандарту? Ну, средний чек на фотокнигу... У нас два вида – фотокнига премиум и фотокнига стандартная. Средний чек около 10 тысяч евро. И там уже зависит от количества фотографий. Если фотографий много, то, естественно, страниц фотокниги больше. А за сколько дней все это готовится? Фотокнига премиум обычно занимает 5-7 рабочих дней. Фотокнига стандартная, чуть меньше. И наш сервис, он именно создан для того, чтобы мы могли вернуть фотографии в жизнь. Как это было раньше, раньше фотографии обязательно с пленок распечатывались, вставлялись в альбомы обычные. Сейчас все гораздо проще. Клиент заходит на наш сайт, создает дизайн прямо на сайте, загружает туда фотографии, креативит, делает, выбирает фоны, вставляет какие-то клепарты. И потом этот готовый дизайн мы распечатываем и доставляем клиенту уже готовую фотокнигу с печатанными фотографиями. То есть такие фотографии уже невозможно утащить, вытащить из альбома, да, как это было раньше. Будут ли у вас какие-то пожелания всем тем, кто также хочет найти свое призвание, свое хобби или же дело всей своей жизни? Что вы им пожелаете? Я думаю, главное не бояться. Если у вас в голове появилась какая-то идея, это значит, что вы способны эту идею реализовать. Поэтому просто делайте первые шаги. Не важно, если даже будут первые ошибки. Просто продолжайте двигаться в этом направлении, и все будет отлично. Ну и последний вопрос. В нашу программу обратились не просто так. Это интересный опыт для вас. И поэтому очень интересно узнать, какой гардероб у вас в жизни, и что вы хотите сейчас от преображения. Ну да, вообще я до этого была работником нацкомпании. Естественно, у меня дома очень много официальной одежды, официальных встреч. Потом, будучи в декрете, естественно, я перешла на более удобный вид одежды. И сейчас, встречаясь с клиентами, вот мне тяжело. Я пытаюсь выйти в официальной одежде совсем не то, не располагая это беседе с клиентом. Поэтому я в поиске такого casual, но в то же время, чтобы мне встреча подходила. Ну и хотелось на вашу передачу попасть, потому что все-таки для меня это тоже челлендж. Выступать перед камерой, рассказать о себе. И в целом хочется изменить свой образ. Интересно очень, что со мной делают стилисты и визажисты, и хэр-стилисты. Ну, Мадина, я вас поздравлю, потому что наши профессионалы всегда работают только на пятерку. И будем вас задерживать, поедем прямо сейчас в магазин, где нас встречает уже стилист. Вы готовы? Спасибо, готовы. Поехали. Поехали. Итак, Мадина, мы приехали в магазин, где нас ожидает стилист Анфиса. Она подготовила три образа замечательных. Но для начала хочу вас познакомить. Здравствуйте, Анфиса. Это наша героиня Мадина. У нее образ, знаете, более официальный, потому что она до декрета работала в нацкомпании. Сейчас она в декрете, более комфортная, комфортная, удобная одежда. И сейчас она в такой невесомости, не знает, какой стиль выбрать. Подскажите, пожалуйста, что вы ей предложите? Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашем магазине. Я примерно подумала, что можно подобрать, учитывая образ жизни девушки и сферу деятельности. Мы собрали три прекрасных образа из новых коллекций «Весна-лето». Первый образ у нас будет в стиле спортшик. Это костюм «Троечка». Держите. Второй образ у нас это будет коктейльное платье. Держите. И третий образ у нас будет в стиле кэжу. То есть тоже удобно очень на повседневку и на вечер. Да, и очень красиво, да? Очень красиво, да. Теперь предлагаем вам все это примерить и обсудить. Да, ну желание удачи. Всего хорошего. Ждем вас. До встречи. Итак, Мадила, в первом образе. Очень интересный наряд. Анфиса, прокомментируйте ваш такой выбор. Первый образ у нас состоит из костюма в стиле спортшик. В костюм ходят три предмета. Первое – это брючки с лампасом, что визуально удлиняет ногу. Второе – это жилет с необычной тканью, с асимметричным замком. И футболочка. Костюм полностью состоит из натуральных тканей. 95% в составе хлопок. Это коллекция нового сезона весна-лето 2018. Данный комплект универсален. Его можно миксовать с другими любыми своими вещами. Прекрасно подходит для повседневной носки. И прекрасно и удобен будет для работы с клиентами. Даже если она активная мамочка, ей будет удобно гулять с ребенком в парке. И всегда будет выглядеть элегантно. И учитывая наш климат в городе Астана, в летнюю погоду жилет пригодится. Потому что у нас часто бывает прохладно. Да, это точно. Ну что ж, это был всего лишь первый образ. У нас ожидается второй. Ждем вас. Ждем Магину. Магина во втором образе. Итак, второй образ. Очень шикарный. Вам очень идет. Супер. Второй образ. Мы подобрали коктейльное платье. Любой девушке нужно платье. Платье из приятной шелковистой плательной ткани. Прилегающего силуэта, что выгодно подчеркивает достоинство фигуры. Приятным бонусом к платью служит золотой замок сзади и вырез на спине. Платье в красном цвете вытонено, что является трендом нынешнего сезона и в длине миди. Я думаю, прекрасно впишется в гардероб нашей Мадины и будет служить долго и радовать ее и окружающих людей. Отлично. Это был второй образ. Нас ждет последнее завершающее. Ждем вас. Итак, Мадина в третьем образе. Мне очень нравится. Да. Вы что скажете? Третий заключительный образ у нас состоит из двух предметов. Первый – это брюки в стиле кэжу с необработанным краем и подворотом. И блуза. Блуза свободного кроя, красивого кирпичного цвета. Блуза прекрасно подчеркивает достоинство фигуры. И выигрышно смотрится даже на деловой встрече. Данный образ будет освежать, придавать шарма и актуален как для свободного времяпровождения, так и для деловых встреч и встреч с друзьями. Все наши образы были собраны из новой коллекции «Весна-лето 2018 года». Капсульная коллекция, которая миксуется со всеми луками и создается полный аутфит. Отлично. Капсульная коллекция, которая миксуется со всеми луками и создается полный аутфит. Ну что ж, наконец-таки мы посмотрели все три образа. Нам очень интересно, что же выберет Майтина. Спасибо большое, Анфиса, за три образа. Все три образа мне очень понравились. Если говорить про первый образ, то он немного мне непривычен, потому что, несмотря на то, что он удобен, я не привыкла носить такие жилеты, брюки с лампасами. Но в целом этот образ достойный. Я думаю, даже на встрече с клиентами его можно будет спокойно одеть. Второй образ. Он, конечно, более коктейльный, неофициальный, не casual. Но это очень красивое платье. Я думаю, его можно с удовольствием носить на вечеринке с друзьями. И что мне очень понравилось, он подчеркивает мою фигуру. Я стройная. Я хрупкая, мою хрупкость, наверное. Вот. И красный цвет – это мой любимый цвет. Что касается третьего образа, то здесь, наверное, присутствуют все характеристики, которые мне нужны. Он и удобен. То есть его можно одеть и на прогулку, и действительно, как вы сказали, на встречу с друзьями, и на деловые встречи. Вот. И да, мне нравится, что здесь джинсы. Причем джинсы не обычные, а джинсы со строчкой, да? И талия. Мне нравится, что талия здесь прям такая русская. И что вы выбираете? Ну, я думаю, что исходя из всего того, что мне нужно и удобно, и красиво, наверное, вот этот образ. Третий образ. Ну, Мадина, мы рады, что вам понравился этот образ. Мы с вами солидарны. Анфисе хочу сказать спасибо за вашу работу. А прямо сейчас мы вас покидаем, а с Мадиной поедем в салон-грам-при, где нас ожидают мастера, визажа и хейр-стилисты. Поехали? Поехали. Итак, Мадина, мы приехали в салон, где будут работать над завершением образа. Я хочу познакомить вас с Аси Элина, визажист. Здравствуйте, добро пожаловать в наш куб-грам-при. Меня зовут Аси Эль Дженисова. Я визажист этого клуба. Сегодня мы постараемся полностью преобразить ваш образ, лук и сделать все в прекрасном виде. Ну что ж, Мадина, я буду ждать вас здесь и пожелаю удачи. Аси Эль Дженисова Ну что ж, Мадина, вы выглядите великолепно. Мне лично нравится. Ну, скажите, что вы делали Аси Эль? Сегодня над нашей героиней Мадиной мы поработали достаточно усердно. Учитывая, что у нее строгий casual образ, под этот образ мы сочли нужную короткую стрижку. При этом она игривая. Учитывая, что у нас весеннее пора, я предпочла достаточно скромные, спокойные цвета на глазах, да? И при этом использовала игривый цвет сиреневый. Очень вам идет. Спасибо, Аси Эль. А теперь мне хочется услышать ваши внутренние ощущения. Каково это сидеть в кресле таких мастеров, профессионалов? Ну, во-первых, хочу поблагодарить мастеров салона Гран-при. Аси Эль, Юлия. Действительно, мой образ сегодня. Я почувствовала себя звездой. Просто классно. Я не знаю, эмоций много, потому что стрижка. Я не решалась долго на такую короткую стрижку. Просто довольна очень своим новым образом. И макияж, да, такой макияж я делаю тоже впервые. Именно вот такие глаза. Поэтому я очень довольна. Ну, главное, вы будете придерживаться тех советов, которые... Да, обязательно. Теперь буду. Агирим, вам огромное спасибо, что пригласили меня на эту передачу. Я сегодня звезда. Да, сегодня точно ваш день. Спасибо вам, Аси Эль. На этом мы будем с вами прощаться. Но у нас на этом еще не все. Наша программа дарит вам профессиональную фотосессию с фотографом Мируерд. Здравствуйте, Мадина. Здравствуйте. Поздравляю вас с новым образом. Вам очень идет. И предлагаю пройти на фотосессию. Ну, счастливо. Спасибо. Мадина Нургужина выбрала образ в стиле casual. Его спокойно можно одеть на прогулку с друзьями, в офис, на встречу и даже в театр. Завершили образ мастера с салоном Гран-при. Он получился смелый и дерзкий. А программу хочется закончить словами Антона Павловича Чехова. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, душа, и мысли. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся ровно через неделю на Атомикен Бизнес Ченнел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова